Кому эта вообще лекция очень важна? Ну не только тем, у кого есть рак, она важна, у кого его нет, потому что вот по крайней мере на почти 100%, на 99% предотвратить возможность возникновения рака, пока его нет, возможно. Для этого надо знать то, что я говорю, понять это, и дальше мы будем говорить уже, что делать, в том числе в качестве профилактики. Тема сегодня крайне важная, тем более, что недооценить её невозможно. Понятно, что онкология страшная вещь, некоторые не хотят даже об этом слышать, потому что страшно даже само представление и словосочетание, и образ, который вырисовывается у каждого человека, когда говорят о раке, онкология. Это страх панический, это, так сказать, нежелание смотреть вот в эту область, к сожалению, жизни, особенно современной. Что такое вообще онкология и что такое онкоклетка? У нас огромное количество разных клеток нашего организма, триллионы, у нас есть разные органы, группы, ткани, и, собственно говоря, клетки, безусловно, делятся вообще двумя путями, да? Половым путём это процесс миоза и бесполого метоза, ещё проходили все в школе. Так вот метоз, бесполое деление, веретено деление, вы помните, да, удвоение клетки, процесс идёт, клетки обновляются, старые погибают, новые растут, создают себе подобные клетки. И вот когда-то этот процесс нарушается по какой-то причине, то есть процесс метозы, когда клетка теряет определённые свойства функции, она становится другой, с одной стороны чужеродной, с другой стороны иммунная система не воспринимает её как чужеродной и не уничтожает по какой-то причине. Кстати, у онкологов очень много вопросов и непонятностей, то есть загадок для них. Они очень многого не знают, несмотря на то, что профессионально занимаются, потому что они должны глубоко изучить первопричину, но многие не хотят. То есть достаточно для большинства врачей того, что это где-то уже кем-то написано, они это принимают как должное и просто пытаются заниматься тем, что устраняют последствия. То есть видимую часть, раковая опухоль или там метастазы, это то, что уже есть. А почему это произошло, их как бы не волнует. Но если не понимать первопричин, а возможно ещё более глубоких факторов, которые вызвали даже первопричину, то тогда говорить о понимании того, что ты делаешь, ну нельзя. Чуть дальше подробнее об этом. Так вот, когда тонкая клетка не была ещё тонкой клеткой, но стала. Она меняет свойства, она теперь может размножаться бесконтрольно, она паразит, то есть она клетка паразита, она потребляет питательные вещества, упрощает свою жизненную задачу, она только делится и захватывает новые участки и, соответственно, ведёт себя примитивно. Почему, кстати, возникли теории исходные с тем, что то ли амёбы, то ли хламидии, то ли трихомонады, но, в общем, тем не менее, действительно ведут себя они как простейшие, как группы простейших. И, в общем, потом, когда уже проявляется вопухоль, человек попадает к врачам. Дальше происходит, понятно, что операция, а дальше классика жанра, химиотерапия, облучение. Ну и, собственно говоря, как правило, то, что вы сами знаете. Хотя, безусловно, бывают исключения, и тут сразу люди говорят, ну вот тут врачи молодцы. Бывает, что врачи молодцы только тогда, что действительно они сделали качественную операцию, и метастазирование вдруг не пошло, потому что удалили опухоль так, что прям, вот, собственно говоря, и ткани вокруг неё. Или по иным причинам, как это было в 20-30-е, чуть позже годы прошлого века, когда вот тот самый вот Варбур, а он со своими друзьями-онкологами изучает вопрос, когда они, онкологи, делали операции, обрабатывали акустической содой, такой супер-щелочью, поле операции, да? И после этого метастазирования практически никогда не было. Сразу кто-то скажет, вот сода, лечение рака с содой и так далее. Это, естественно, не панацея. Мы же говорим о системе, я сегодня буду говорить именно о системном правильном подходе. Если мы вообще будем говорить, что есть какая-то одна причина, это абсолютно неправда, потому что, конечно, правы и те учёные, которые увидели определённую взаимосвязь между развитием вирусов, определённых, например, папиллома, вирус, цитомегаловирус, Экштейн-Бара, да, там, герпес шестого типа и другие, и взаимосвязи наблюдали между онкологией и очень активным размножением, количественным показателем этих вирусов, да? Они что, не правы? Это просто так? Или только психология здесь? Ну, конечно, это не так. Но, говоря о причинах всех болезней, сразу экстраполируйте, делайте точную взаимосвязь сразу с раком, потому что рак — это конечная стадия ошибок при делении клеток, которые накапливаются от каждого деления к следующему. И чем дальше человек к старости, условно, идёт, тем больше этих ошибок, если не устранить вовремя их, не убрать, накапливается. Онкоклетка, вот это очень важно понимать, это вообще для учёных загадка, ведь они не могут на многие вопросы ответить. Ну, например, на какие? Даже на такие, как обычная клетка, стала чужой, обособленной. Вот не могут ответить. Например, и на такие вопросы, как «почему она стала бессмертной?» А, кстати, известно, что любые клетки живут определённый свой срок жизни, это обычно 50-60 циклов делений, ну, собственно говоря, это стало известно даже и подсчитано, когда теломеры обнаружили защитные, мембраны, колпачки на хромосомах, когда стало понятно, сколько циклов делений, какой предел, и в среднем это 2 года, то есть 100-120 лет нормальный срок человеческой жизни, хотя учитывали и, естественно, людей, ведущих обычный образ жизни, обычное питание. И скажу так сразу, что, безусловно, жить можно гораздо дольше, если клетка будет при нормальной своей жизнедлительности, длительность обычная, жить, скажем, да, не 2 года, а там, скажем, 4-5, а это зависит от многих факторов, в том числе от калорийности питания, потому что чем она выше, тем сжигается быстрее, жизнь проживает та же самая клетка, при том, если у неё обменные процессы не ускоряются, а идут так, как надо. А так, как надо, никто не измерял, потому что измеряли на тех людях, которые постоянно живут в ускоренном режиме прожигания своей жизни, в том числе и сами врачи. Да, я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался, и не забыть нажать на колокольчик. Нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео, и не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам, ну, если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Теперь дальше идём с вами. Не могут ответить ещё на такие вопросы. Почему организм не уничтожает макрофагами и так далее, собственно, эту клетку? В какой-то период уже не может это сделать. Или не видит её, не распознаёт изначально, как чужеродное включение, потому что это свои клетки, другие перерождённые. Вот это вот тоже непонятно. Почему неудержимо, например, уничтожают онкологические клетки, соседние клетки здоровые? Причём, чем больше вмешательства в эту онкоклетку, тем активнее, агрессивнее она себя ведёт. И почему эти онкоклетки не выносят агрессии, соответственно, к себе? И сразу на любую агрессию начинают активно делиться. Просто неудержимо расти и размножаться. Вот почему? Это тоже не могут ответить. Ответы есть, я сразу скажу наперёд, и вы их будете знать. Особенности онкоклетки. Какие у неё есть? Во-первых, её автономность, долговечность, вечное деление. А, как известно, могут вечно жить, делиться только клетки, либо стволовые с симметричным типом деления, либо раковые клетки. Да, автономность, независимость от соседних, лишь бы питание было. Какие ещё? Поражение соседних клеток тканей. Они как бы прорастают в соседние клетки, замещают их. Потом метастазирование. Это отделение, значит, соответственно, опухолевых перерождённых клеток, попадание их кровь в лимфу. И встраивание в любые типы тканей. Костной ткани, мышечной и так далее. Где условия будут подходящие. С образованием уже метастазированных специфических типичных узлов. Ну а дальше уже понятно и опухоли, если человек до этого доживет. Анаплазия, так называемое, это изменение до такого примитивного уровня организации. То есть когда клетка, которая выполняла ещё в группе с другими клетками свою слаженную задачу, то она перестаёт выполнять свои функции когда-то. И начинает только питаться и делиться. Что происходит с клетками здоровыми? Почему они себя начинают так вести? И вот тут мы как раз с вами, хотим того или не хотим, перейдём к такой науке, которая называется микология. Это вообще наука о грибах. Но в основном о низших грибах. Её направление, которое занимается изучением лечебных, я подчёркиваю, свойств высших грибов, называется фунготерапия. Это очень серьёзная вещь. Вообще фунготерапия, древняя наука, очень древняя. Ей тысячи лет. И наши предки многое знали, что сейчас уже их «благодарные» потомки мы с вами потеряли. Это важно очень понять. Я вам сейчас это покажу, докажу, объясню, и вы поймёте. Или дальше будет ясно, что делать тогда. Так вот, низшие грибы, они называются микромицеты, микромаленькие, да? Они вырабатывают более 20 видов ферментов, которые могут проедать мембрану клеток, наших в том числе человеческих клеток. Это имейте в виду. А вот высшие грибы, свечки, белые грибы, да? Это базиомицеты называются. Так вот эти базиомицеты, на самом деле, высшие грибы многие вырабатывают к этим ферментам антигены. К ферментам низших грибов. Вот ведь интересно. Дальше. А дальше реакция антигена антитела с победой. Как правило, всегда высших, над низшими. Вот эти низшие грибы, к ним что относятся? Ну, во-первых, плесневые грибы, дрожжевые, да? Всевозможные вот кандиды, та же вы знаете, вот этот кандидоз системный. У меня, кстати, отдельно есть лекция по грибковым инфекциям. Кстати, всё, что проявляется на коже человека, аллергии, там, особенно это псориазные, эродермиты, там, детский дерматит. Это всё однозначно говорит о том, что поражён организм, ослабленный грибковыми инфекциями. И их токсины, которые не могут в полной мере выйти через выделительные системы, последняя попытка организма вывести через кожу. Там идёт такое проявление. Причём в областях лимфатических крупных узлов. То есть локтевые суставы, коленные и прочие щёки, как раз там, где лимфатические узлы. Теперь дальше. Везде, в воздухе, в воде, в пище есть споры плесневых и прочих грибов. Безусловно. Эти грибы-микромициты очень быстро и легко приспосабливаются к любым меняющимся условиям среды. Они не выносят никакой агрессии к себе, быстро вырабатывают защиту, мутируют с высокой скоростью. Те же антибиотики или вещества, которые действовали, а потом грибы-микромициты. Есть начинали эти токсичные препараты, которые были направлены, например, против них. Скорость мутаций очень высока. И адаптационные способности очень высокие. Тело гриба, вообще мицелий, за исключением одноклеточных видов грибов, это грибница. Она состоит из грифов, таких нитей переплетений, через которые грибы питаются. Высшие грибы, они образуют симбиозы с растениями обязательно. Все вот эти подосиновики, подберёзовики, и не только они, все вообще практически высшие грибы, безусловно. Так вот, грибницы могут размножаться не только половым путём, посредством спор, но они могут ещё и вегетативное деление. А теперь внимание, как ведут себя грибницы. В субстрате, вот некоторые люди берут, например, там на заражённых палочках определённых осиновых, ковых, и в полено определённые вставляют, условия создают, и грибница туда заносится. Она была кусочком отделена, точно так же, как раковые клетки, которые могут разнестись, и найдя благоприятные условия, как вот находят эти грибы. А если они не нашли благоприятные условия, то они могут, если их, конечно, не уничтожить, то они будут очень долгое время в латентной форме такой существования. Ждут благоприятные среды. Низшие грибы, в основном, это паразиты по типу питания. Мицелии у таких грибов, паразитов находятся внутри хозяина, внутри растения, внутри животных, тех же насекомых, о которых мы говорили, например. Запомните все эти признаки и способности запомнить теннейших грибов к подбору ферментов для растворения клеточных оболочек и туда проникновения. Приспособляемость, защита от внешних угроз, способность размножаться в организме человека. Они могут и вегетативно, так же, как делятся и раковые клетки. Малыми частями свои грибницы могут размножаться, могут ждать условий среды и, кстати, окукливаться в такие некие хламидоспоры, которые как раз и вызывали ошибочное мнение о трихомонадах, о прочих. То есть разные виды, такие нехарактерные, казалось бы, для грибов форма существования. Это всего лишь попытка защитить себя при разных воздействиях. Эти хламидоспоры десятками лет могут жить, а потом могут быстро смутировать. Быстро, при определенных условиях среды, когда условия благоприятны для этих грибов. По высшим грибам ведь то же самое, по сути. Например, стоит сорвать плодовые тела, то есть собрать грибы. Особенно повредить грибницу, например, скопнуть. Вот как с навозниками, прям перекапывают, грибница очень сильно повреждается. А через 2-3 дня там прям все в этих грибах, тех же навозниками. А потому что это попытка, значит сигнал, что уничтожают. И в ответ на эту агрессию идет такая реакция спонтанного, ускоренного образования половых органов в виде грибов для размножения. Теперь смотрите внимательно дальше. Вот раковая клетка, понимаете, она в нашем организме как бы и своя, и чужая. Наверное, многие замечали, да, что стоит применить антибиотик, особенно комплексный, особенно сильный, особенно долгое время. Как активизируется кандида, да? Сразу идут высыпания, проявления у женщин свои, языки у всех белые и прочее. Сразу чешутся, сразу, так сказать, зудит. Так вот на них влияют антибиотики, канцерогены, синтетические витамины. Они, кандиды, себя как бы пытаются вот колонии защитить. Но на первых парах антибиотики есть, которые могут 2-3 колонии кандиды прибить. И вот назначают препараты, сильно действующие. Ага, сначала действует, всё нормально. А потом что? А потом вновь вспыхивает, да ещё как. И уже эти препараты, кстати, могут так и не действовать. Потому что у этих кандид, а это грибы, уже вырабатывались приспособления. И эти препараты химические уже не проходят через мембрану. Потому что там выработались специфические соединения защитные, которые не позволяют пройти этим уже антибиотикам. Они знают, их уже чувствуют, и это не получается. Ещё раз, химия, первый сеанс, результативный, самый все это онкологи знают. До 2-3 клеток погибают. Затем они уже, эти клетки, не реагируют практически. Они запоминают, вырабатывают такую резистентность, устойчивость к этим воздействиям. Они действующее вещество уже не пропускают. Они его распознают. То есть то, которое на них повлияло. Поэтому надо другое. Потом другое вещество, тоже сильно действующее, которое куча побочных страшных воздействий оказывает, тоже действует. Опять. И так люди живут в больницах, либо то дома, то в больнице. Потому что они принципиально, во-первых, ничего не меняют в своей жизни. То есть те первопричины, которые привели их к этому, они их не понимают, потому что их и врачи не понимают. Дальше. Они ведут себя, вот эти онкоклетки, ведь как часть грибницы. Они на угрозу отвечают бурным ростом, как и грибницы. И онкологи знают, что опухоли сечённые, кстати, вот ещё, да, рожённые, оглучённые, начинают расти неудержимы. Есть, конечно, мнение, что там кислород попал, ускорение процесса. Да, как ускорение может быть, безусловно. То есть есть причины и факторы, которые влияют в ту или иную сторону. Они мутируют, меняют программу клеток рядом с собой. То есть они, как бы из здоровых клеток, они накладывают туда программу, переписывают, как через матрицу. И эти клетки, поэтому наши родные, и не уничтожаются нашей иммунной системой, потому что она не распознаётся как чужая. Но она чужая, с другой стороны. Почему? Потому что она себя ведёт уже как онкоклетка. Она и является, по сути, уже с изменённой программой. Так что же происходит вообще, да? А грибы-то ведь вы уже поняли, они всегда в нашем организме есть. С непомытыми руками, с воздухом. У всех всегда есть. Но вопрос, в каком количестве и так далее. И пока иммунитет крепок, всё в порядке. Находятся они до поры до времени, неактивные. Как условия среди меняются, переходят в активную форму, начинают размножаться и порой неудержимо. Так вот, грибы, ещё раз, выделяют эти микромициды ферменты. И они, как ключ к замку, они отпирают клетку, проникают, обрабатывают нашу ДНК в ядре, замещают программу, заменяют память и хромосом и меняют программу посредством иных групп ферментов. Так здоровая клетка становится частью нашего организма, но на самом деле частью вот этого микромицета, гриба. Не питайте раковые клетки. Вот чем их не надо питать? Их не надо питать продуктами, которые дают вот эти яды, токсины ослабевают иммунитет наш, да? Сладкими синтетическими продуктами. А у кого онкология, вообще сладкого вообще нельзя. Естественно, для них нужна энергия. Больше, чем для обычных клеток. Гораздо они агрессивнее, сильнее, они тратят больше энергии. Вот глюкоза, поэтому, кстати, есть даже метод, определяют дислокацию и метастазов, когда в глюкозу добавляют какой-нибудь изотоп, краще вещество, которое при определенном спектре дает излучение. Вот видно на рентгене, что есть такие светящиеся точки в определенных местах. А почему? Потому что эти раковые клетки глюкозу по огромных количествах потребляют. Ну так вот, значит, логично, что ни в коем случае нельзя давать питание. То есть, чтобы замедлить этот процесс сам по себе. А это важно замедлить. Поэтому тут сладкого ничего есть нельзя. Так вот, поэтому ясно и про причину раков. Их много, но главное ясно. Это про причины. Первая причина – ослабление иммунитета, которое возникает вследствие главных факторов, таких как, например, неестественное питание и накопление гнойных токсинов, трупных ядов и других продуктов распада, разрушения белковых структур, которые полной мере не выводятся из нашего организма, накапливаются в них, тогда клетки начинают меняться в них, устойчивая эта программа, ослабевает, и они легко поражаются уже грибами, которые и заставляют клетки видоизменяться и превращаться в себя. То есть, части грибницы только видоизменённые, вон как клетки, которые вроде и свои, и чужие, и одновременно не те, не те. Но пока иммунитет всё-таки силён у кого-то, а клетки всё время раковые, вы знаете, наверное, слышали, много раз образуются, то они разрушаются иммунитетом нашим. А чем же именно они разрушаются? Я вам сейчас расскажу. У нас есть такой уникальный фермент, который называется перфорин. От слова перфорин, перфорация, что созвучно, то есть дырка, да? Вот этот фермент проделывает в клетках раковых, в их оболочках отверстия, дырявит оболочку, и рак, и клетка погибает. До поры до времени этот фермент лет до 35-40, как правило, а сейчас факторов столько, что и это не справляется, но тем не менее, он всё-таки вырабатывается в достаточно больших количествах и подавляет, когда ещё количество критической массы, ну, до 500-1000 клеток доходит, то есть ещё возможно. Потому что потом вступают в уничтожение раковых опухолей более сложные вещества, клетки иммунной системы и так далее. Но эта работа происходит каждую секунду, пока организм крепок, да? И возникают очаги, группы, а перфорина всё-таки не хватает, допустим, или уже его недостаточно синтезируется. Достаточно вот здесь как раз какой-то действительно стресс, воздействие препаратов, чего угодно. И начался неудержимый рост опухоли. На данном этапе, если пока он ещё не начался, легко повернуть процесс спять. Вообще легко. И вообще здесь профилактика, дорогие друзья, самая главная роль. Вот пока нету. Кому эта вообще лекция очень важна? Ну, не только тем, у кого есть рак. Она важна, у кого его нет. Потому что, вот по крайней мере, на почти 100%, на 99% предотвратить возможность возникновения рака, пока его нет, возможно. Для этого надо знать то, что я говорю, понять это. И дальше мы будем говорить уже, что делать. В том числе в качестве профилактики. Так вот, выработка перфорина возрастом уменьшается. Патогенные грибы, которые постоянно есть, они не ослабевают их воздействие. Рода, например, аспергюлис, мукор, плесневые, например, там, кстати, плесень на хлебе, это и есть переплетённые гифы, мицелия гриба. Некоторые грибы попадают вот в лёгкие, живут там, размножаются, в другие ткани, куда угодно. Они нас травят постоянно, вызывая в том числе вот эти так называемые аллергические реакции. Это же именно воздействие их токсинов. Понимаете? А люди что лечат? Кожу? Идиотизм. Кожа – это отражение внутренних процессов всегда. Вылечи эти первопричины кожи, очистится сама. Любая химия, химиотерапия заканчивается плачевно, рано или поздно. Исключение есть не потому, что они исключения, а потому, что там были, действовали иные другие факторы, которые почему-то не учитывали. И всегда в начале улучшений, затем адаптации грибницы, резистентность на препарат и, так сказать, бурный рост. Поэтому любое вмешательство, хотя иногда хирургическое вмешательство оправдано, потому что есть вещества, которые воздействуют и разрушают раковые клетки и не дают никаких побочных отрицательных последствий, легче уничтожить меньшее количество клеток, чем большее. Правда ведь? Поэтому, если, например, есть основная опухоль, и она операбельна, действительно порой и можно её удалить, правильно подготовившись к этому и правильно, параллельно принимая определённые препараты, действующие вещества после этого. Но вот облучение химиотерапии потом только 100% вступит рост опухоли и образование новых метастазов. Да, это может продлить жизнь, если ничего не делать. Но какая будет эта жизнь? Это вот другой вопрос. Вы сами понимаете. Так вот, в природе с низшими грибами справляются, запомните, только высшие грибы. Как? Известно, что плесневые грибы, они синтезируют антибиотики, да, вот вещества, которые подавляют бактерий, там, да, протозоидных, вспомните, пенициллин, натонин, патулин и другие вещества, которые именно были синтезированы именно благодаря плесневым грибам. Но и базидеальные, высшие грибы тоже синтезируют антибиотики, фитонциды, да, грибные, такие не только растения, они и ещё очень сильно действующие противоопухолевые вещества, полисахариды некоторые специфические. И вот тут как раз мы подходим к тому, как и чем можно лечить серьёзные раковые заболевания. Продолжение следует... Продолжение следует...